Как правильно и безопасно для жизни выбрать самую долгожданную ягоду летнего сезона, поговорим этим утром с нашим долгожданным гостем. В студии врач Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астана Бахат Исенова. Доброе утро, Бахат Кобеденовна. Мы вас очень ждали, очень рады, что вы к нам наконец добрались. Видимо, пробки были, да, в Астане? Доброе утро, Бахат Кобеденовна. Сейчас уже в июле месяце продукция соответствует нормативным требованиям. Так все-таки это слух, миф или... Нет, ну нужно проверять. Каждая продукция проверяется санэпидслужбой. Вообще, с наступлением летнего периода санитарно-эпидемиологической службой проводится систематический контроль за содержанием нитратов на соответствие технического регламента таможенного союза 21-й безопасности пищевой продукции по содержанию нитратов. И применяются... Аграрии применяют нитраты для повышения урожайности продукции и также для их ускорения созревания. Чем больше нитратов, тем крупнее получается или краснее, нет? Получается больше, ну больше как бы урожайность и, да, быстрее краснеет, созревает, но при этом он содержит большое количество нитратов, которое превышает... Содержание в арбузах нитратов должно быть, допустим, уровень не более 60 миллиграмм на килограмм. А как проверяют партии ягод, которые поступают на наши прилавки, вот, в ведомство? Так, проверяют. Ну, проверяется на постах, где завозят, откуда машину. Когда целыми партиями поступают, каждая отдельная, возможно вообще проверить? Нет, невозможно. Берутся рандомы, да? Там, они берут пробы, несколько партий, и проверяется. А, конечно, главный вопрос для простых вообще жителей нашей страны, как выбрать, все же знают эти способы, там, постучать по арбузу, хвостик сухой, не сухой, девочка-мальчик, я не знаю, как, правда, это определять, зеленый, либо желтый. Как выбрать все-таки сладкую ягоду? Ну, нужно, конечно, в первую очередь, чтобы сезон уже созревания бахчевых, это все-таки август месяц, в августе месяце ориентироваться больше, потом смотреть, чтобы с одного бока, ну, как бы это вот, чтобы желтый был, да, вот, где, как он лежал на солнце, так вот, с одной стороны желтый бачок должен быть, потом, что. То, при надавливании должен быть такой хруст. Тут главное не передавить этого. Ну, и чтобы прожилки, вот эти вот, рисунок был такой четкий. Вот здесь как раз у нас вот видно, да, что желтый. Это он на земле лежал, значит, с той стороны. Да, с той стороны он желтый. Ну, мы не случайно принесли в студию арбуз, надеюсь, мы выбрали верный. У вас же есть прибор, да, который сейчас можно продемонстрировать? Да, у нас лаборатория, национальный центр экспертизы по городу Афсана проверяет вообще тремя методами бахчевой культуры. Это ионометрический метод в лабораторных условиях, где проводится на специальном приборе иономере определение с помощью химических реактивов и электродов. Потом есть у нас метод, экспресс-метод с применением тест-полосок, тест-нитратов. И третий метод с применением прибора нитрат-тестера СОЭКС. Ну, сейчас мы можем посмотреть. И мы какой способ сейчас используем? Сейчас можно посмотреть и тест-полосками, и прибором СОЭКС. Давайте, давайте. Вы можете комментировать, да, что именно происходит? Так, сначала предварительно чистый, вымытый плод, ну, вот арбуз, в частном случае, должны разрезать пополам. Вдоль линии роста продукта. Сейчас проверим, да, насколько мы верно выбрали арбуз. Да. Так. Ага. Так, сначала давайте... Ну, в принципе, он довольно красный на вкус. Сейчас, конечно, мы не будем пробовать, но... На нитраты, да, мы проверим? Да, на нитраты с применением экспресс-метод тест-полоски. Так, делаем надрез. Так, кусочек, да? В продукте. И вставляем туда нашу... Это как лакмусовая бумажка, он поменяет цвет? Да, это с индикатором, да. Это индикатор. Вот на кончике есть индикатор. Вставляем. Долго ждать? Ну, где-то около минуты. Минуты, да? Вообще индикатор, да, он реагирует очень быстро. Если там большое содержание, то сразу меняет цвет. Мы увидим это по остатку бумаги, которая на поверхности осталась? Нет, нет, мы потом вытащим и будем сравнивать со шкалой, с индикаторной шкалой, которая вот на контейнере. Если много нитратов, то она будет... То она будет, да, цвет будет сильнее. Насыщенный такой индикатор, да? Насыщенный, да. Так, и второй способ, да, у вас? Так, и второй способ у нас прибор наш в СОЭКС. Так, включается. Нитрат-тестер. Пока мы ждем, как индикатор покажет, какой цвет. Вообще от нитратов насколько можно пострадать? Какая реакция может быть? Вообще при потреблении продукции, содержащей нитраты, могут возникнуть пищевые отравления, которые характеризуются желудочно-кишечными расстройствами, а также сопровождаются интоксикацией организма. Это головная боль, слабость, утомление. Потом при систематическом употреблении нитратами, нитраты преобразуются в организме в нитриты. Нитриты при большом содержании могут вызвать метгемоглобиномию. А метгемоглобиномия – это когда гемоглобин превращается в метгемоглобин. А метгемоглобин – это когда не поступает кислород в ткани. Давайте посмотрим индикатор. Да, уже минута прошла. Теперь сравним с нашей медикатурной шкалой. Смотрите, здесь у нас даже 10 мг на килограмм всего показывает. Минимально, да? Да, это минимально. Норма у нас в арбузах составляет 60 мг на килограмм. Да, получается, это соответствует нормативам. Можно есть? Допустимому уровню содержания нитратов. Спокойно, да? Можно спокойно есть. Теперь второй метод. А вы сказали, вот минимальный сейчас показать. А максимальный, вот когда, вот прям фиолетовый или фиолетовый, это сколько в количестве? Ну, количество тогда уже дальше будет 100, 250, 500 может показать. Ага, ага. А вот такие полоски люди могут купить просто сами, чтобы проверять? Так, купить, ну... Свободы продажи их нет, да? Свободы... не знаю даже, не могу ответить на это у нас. А другие способы, какие-то приборы, люди могут что-то приобрести, чтобы самим проверять? Ну, вообще, я думаю, можно приобрести. Вроде в продаже есть вот приборы СОИКСы. Вот вы держите сейчас в руках. Это что? Это нитрат-тестер СОИКС. А, его можно купить? Для определения нитрата, да. Ага, так, и давайте второй способ, что мы делаем. Так вот, измерения теперь проводим с помощью нитрат-тестера СОИКС. Так, сейчас я выберу. Ну, тест-полоски мы доверяем полностью, да? То есть этот прибор второй должен подтвердить, да? Да. Сейчас я найду продукт-арбуз. А там не только на арбуз, там что вообще? Здесь у нас можно проверять абрикосы, ну, вообще, фрукты, овощи здесь стоят. Ягоды. Да, ягоды, арбуз, бананы, баклажаны. Здесь можно проверить винограды, груша, зелень, ну, вот капуста. Во фруктах, овощах и ягодах везде могут быть нитраты, да? Ага. Просто привыкли, что только в арбузах почему-то. Так вот, арбуз. Часто встречаете превышение? Превышение встречается, но не так часто вообще. Не так часто. В этом году, например, у нас превышение показало только в дыне. Это и то в начале июля месяца. И... Так вот, арбуз. Вы как врач, да, пока в открытии в арбуз. Как врач, скажите, первая помощь при отравлении нитратами? Как, что нужно делать человеку? Промывание как-то собственной силой можно сделать? Ну, вообще... Принять, выпить? Так, ну, нужно... Общее, да, принять промывку проделать. Промывание. Собственной силой промывки можно сделать? Да, собственной силой, да. Ну, как это выпить, например, раствор марганцовки, да, там промыть. И потом обратно все это... Активированный уголь поможет? Активированный уголь, да. Угу. Так, сейчас идет измерение у нас. А он быстро действует, прибор? Да, сейчас. Так, и мы сейчас должны увидеть... Тестовые полоски показали... Сколько вы говорили? 60, да? Да. Там тестовая полоска получала около... Да. 10. Так, что там? Так, ну, превышение. Так, здесь у нас... Превышение? Показывает. Сейчас еще раз давайте попробуем. Так, если превышение, тогда вопрос, что из них неверно показывает? Полоска тест или... Как еще раз называется прибор? Это тест-прибор. Тестер? Тестер. Тестерс-экс. Угу. Нужно вообще проводить в трех точках приближения. Измерение. А в случае обнаружения, превышения показателей, вообще вся партия, получается, снимается? Ну, это лаборатория передает в полномоченные органы результаты, и уже дальше действует оперативная служба. Ага. Хорошо. Так, ну, показывает тоже. Что показывает прибор? Показывает 15. То есть это нормально? Да, это нормально. Ага, все. Сейчас, два прибора. Да. Ну, у простых жителей проверить такими способами наверняка зачастую не получится, да? Какие-то элементарные, примитивные способы? Давайте еще раз повторим. Ну, примитивные. Топ-3 способа. Топ-3. Топ-3, это что? Ну, это вот, чтобы, конечно, в августе месяце желательно есть продукты, да, к употреблению. Лучше все-таки в августе, да? Да, все-таки в августе лучше. Ну, уже, чтобы не ошибиться, как говорится. Меньше рисков. Да, меньше рисков. Здесь должен быть с одной стороны бачок желтый, который лежал на грунте, вот этот. Потом, так, окраска продукта. Окраска должна быть четкая, не бледная, имеется в виду от кожуры. И при надавливании на целый арбуз должен хруст быть. И приобрести такой, какой-нибудь тестер, ту же тест-полоску где-нибудь можно, да, если при всем желании? Ну, при желании можно, да. Спасибо, спасибо. Я напомню, что у нас в студии была в гостях врач департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астана, Бахат и Сенова. Вам желаю тоже выбирать, чтобы вам попадались только хорошие арбузы. Ну, а на такой ноте мы прощаемся с вами. Спасибо, что пришли к нам.